Денис, приветствую тебя. Привет всем. У нас традиционный с тобой для четверга эфир. Мы, как и всегда, друзья, специально для вас разбираем технические и фундаментальные рыночные возможности, помогаем в принятии решений, потому что это очень важно, чтобы было какое-то альтернативное мнение, особенно если это мнение, которое позволяет оценить два способа анализа финансовых рынков. Это мнение, которое необходимо, опять же, для того, чтобы попушить вот эту активность и помочь вам решиться. Сейчас на рынках, ну, не то чтобы интересно, все-таки я, честно говоря, рассчитывал, что ралли будет покруче, чем то, что мы видим сейчас. Ранее не поленился, посмотрел, как активы ходили последние несколько лет в последние две недели выходящего года. И движения были поинтереснее. Но, с другой стороны, ведь у нас сегодня еще полноценная торговая сессия перед Рождеством и следующая неделя, поэтому вполне возможно, что с каждым днем сейчас до 31 декабря ликвидность будет вбывать, трейдеров вверх будет становиться все меньше и меньше. И на таком низко ликвидном тонком рынке какой-то даже незначительный повод может стать источником серьезной волатильности и движения. Поэтому, прежде чем перейти, собственно, к тем инструментам, которые мы бы хотели вам, друзья, сегодня порекомендовать для трейд, не только сегодня, но, опять же, до нашего следующего эфира, такие сочные сделки. Хочется еще раз напомнить, что контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Сейчас это важно, потому что рынок тонкий, рынок потенциально, может быть, крайне волатильным. И здесь также стоит отметить крайне непредсказуемо, потому что сейчас все зависит от рыночных настроений, от того, кто как закроется, какой ордер с рынка выйдет или напротив будет в прошлом и так далее. Финис, я предлагаю нам с тобой по традиции подбираться по основным мажорам, например, евро. Если ты не против британской валюты, можем посмотреть все. И давненько уже не заглядывали на фондовый рынок США. Опять же, можем посмотреть, что интересного есть там. Нормально? Насмотрим эти акции? Конечно, конечно. Тогда давай начнем с меня и с точки зрения фундамента. Сейчас демонстрация экрана. Так, друзья, на ваших экранах сейчас пара евро-доллар. Ее можно рассматривать также в позиционной связке с индексом доллара, потому что стопроцентная корреляция у финансовых активов, указанных, названных. По доллару что мы увидим? То, что движение в коридоре, рейндж, который не меняется. Я, честно говоря, очень был уверен в том, что когда мы начали подбираться к планке 96.63, все-таки пройдет прострел выше, и индекс доллара сможет преодолеть вот это локальное сопротивление, выйти на новую локальную акцию. Но пока этого не произошло, хотя, честно говоря, по доллару, соответственно, он остается прежним, настроенным в целом на позиционное укрепление из-за перспективы ужесточения монетарной политики. Европейская валюта сейчас по-прежнему очень интересна с учетом рисков, связанных с омикронштаммом, с новыми ограничениями, которые продолжают вступать в силу. Вот за время нашего с тобой отсутствия, в эфире, скажем так, за последнюю неделю, новым ограничением прибегли такие страны, как Германия, Италия, Шотландия, Южная Корея, Сингапур. Опять же, смотрел там тоже ситуацию остро. И это еще раз доказывает то, что омикрон все-таки очень сильно сейчас омрачает перспективы и мировой экономики, и в целом отдельных регионов, а еврозона остается на передовой. Но еще хуже обстоят дела, правда, только лишь в Англии. Поэтому я евро рассматриваю как, знаешь, такой пороховой заряд, который в любой момент может казаться под таким серьезным прессом из-за того, что он задетонирует, из-за ситуации с ковидом. Что вот сам факт вот этой детонации может стать причиной локальных мощных распродаж там на 150-200 пунктов легко. И я, пожалуй, как бы продолжу транслировать тот сценарий, как я озвучивал ранее. То есть я ожидаю, что до конца этого года все-таки евро на фоне вот этого фундамента может оказаться не на текущих уровней. Сейчас котировки 1.13-1.21. У меня моя субъективная цель, как и раньше, это все-таки увидеть пару где-то ниже уровня 1.12. По пункту такая же картина. В частности, сейчас котировки 1.33-73. Здесь тоже коридор, в целом, если говорить с конца ноября, он 1.33-50, 1.32-50. Вот в моменте сейчас британская валюта активно растет. Для меня это, в принципе, загадка, потому что фунт сейчас настолько пользуется, настолько тотально пользуется спросом со стороны инвесторов, потому что без каких-либо откатов мы видим то, что фунт прет. Причем чем хуже выходит новостной фунт, чем больше, опять же, риска введения полноценного локдауна, чем хуже статистика, тем больше триггерит его на развитие восстановительной динамики. Мне кажется, что это все может плохо закончиться, если, опять же, на рынок вернется, наверное, более адекватная трактовка того фундаментального фона, который есть. Поэтому по фунту, в принципе, точно такие же ожидания, как и по евро, все это может разразиться обратной коррекцией и развития нисходящей динамики. То есть, если по евро у меня цели снижения еще на 150-200 пунктов, в принципе, по фунту точно такие же ожидания. Что касается американского фондового рынка, то он очень интересно себя ведет, в принципе, всем доказывает, прям как назло, тем, кто закрылся на хорях и думал, что уже все, коррекция пошла, что потенциал роста еще есть. Потому что мы фактически сейчас на уровне по S&P 4688 пунктов. Это, ну, друзья, если закрыть глаза на разницу в несколько пунктов, это новые исторические максимумы. И S&P сейчас игнорирует все. И то, что ФРС взял курс на ужесточение политики, то, что ситуация с ковидом в Англии сейчас, точнее, в США тоже довольно остро стоит из-за роста количества заболевших. Но, несмотря на все эти риски, фондовый рынок продолжает примет к новым высотам. Напомню, что раньше многие инвестбанки прогнозировали то, что S&P будет и по 5 тысяч пунктов и выше. Но я все-таки, опять же, остаюсь более привержен к фундаментальному фону. У меня локальный сейчас. Нет сделок по S&P, потому что я очень сильно усомнился в том, что ралли может быть продолжено, даже несмотря на мощь такого восходящего тренда, после того, как ФРС сообщил о том, что он свернет программу количественного смягчения и повысит процветные ставки. Поэтому я, конечно же, меня расстроит тот факт, что если фондовый рынок вырастет, я в этой сделке не поучаствую. Но я все-таки предпочитаю сейчас, может быть, недополучить какую-то сверхприбыль, которую можно урвать в случае развития этого восходящего тренда, только потому что вижу риск развития мощного нисходящего движения, особенно если оно пойдет даже до еще Нового года, либо уже после праздников, на факте значительного роста числа заболевших в США, который может стать причиной новых экономических ограничений. Короче, моя субъективная позиция – в рынок S&P сейчас, в индексе, лучше не лезть, а если на долгосрока его рассматривать, то, возможно, мы увидим развитие нисходящей динамики. Денис, слово тебе. Так, хорошо, сейчас вывожу на основной экран. Так, отлично, мне должно быть уже видно. Значит, касательно евро. Я отчасти разделяю твое мнение касательно небольшого локального роста, однако здесь… Денис, пока грузится еще. А, понять не могу, у меня экран скачет. Сейчас, секундочку, попробую перезагружу, отключу второй экран. Сейчас. Так, еще раз. Вот, нормально видно? Пока грузится. Так, почти, скажем так. Вот, все, да, теперь можно, видно. У меня постоянно зум перезагружается. Блин. Так, Альтем, давай я сейчас по этой ссылке еще раз перезайду, потому что очень странно происходит зумом. Потому что у меня экран скачет, вырубается каждую секунду. Сейчас, секунду. Я перезайду. Так, ну давай, ты тогда перезагоди, а я вернусь тогда к анализу. Еще у меня золотистик есть. Если ты не против, окей? Так, друзья, давайте тогда продолжим, собственно. По золоту еще также хотелось отметить следующее, что на данный момент, интересно говоря, Вы сейчас наверняка видите формацию голова-плеч и по всем канонам интерпретации технических сигналов по идее золото могло бы очень сильно прогуляться вниз. Но я сейчас предлагаю делать акцент все-таки на индекс рыночных настроений, которого периодически я касаюсь. И в данном случае по золоту есть очень хороший потенциал для развития именно локального импульса верха. Сегодня на своем брифинге также допускал возможность роста в район 1815-20. Так, Денис, ты на связи, да? Да, я смотрю, ты про золото решил рассказать. Ну да, чтобы как бы белым краном не пить. Немножечко, да. Так, давай, я нахват свой отключаю. Если сейчас не будет больше такого глюка, то я золото тоже могу затронуть. Давай, слава тебе тогда. Так, хорошо, все. Сейчас, надеюсь, уже будут... Да, что ж происходит. Сегодня какая-то жесть, я не могу понять, в чем проблема. Ну вот сейчас я вижу экран. Все, кто загрузился, графики почти видно, сейчас грузится. Первый раз такое. Да. Это, видимо, уже комп намекает, что перед Новым годом уже особо нечего делать. Так, я еще раз перезагрузку, полностью перезагружу сейчас комп, потому что я такое первый раз в жизни вижу. Так, ну давай, мы тогда на минуту дождем. Так, ну что, Денис? Попытка номер три. Дубль три. Слово тебе. Сейчас. Во. Все, супер. Теперь нормально, да. Не знаю, что это был за глюк. Первый раз такое, надеюсь, первый и последний. Так, я так понял, мне надо пройтись по евро, фунту, золоту и S&P, верно? Да. Ох, как весело сегодня будет. В общем, касательно евро. Значит, честно, вот с текущих я пока особо роста не вижу, потому что вот такая... Ну, начнем с того, что евро у нас, в принципе, находится уже месяц в глубочайшем флете. Вот, видите, вот просто полнейшее вот флете у нас происходит. Ничего интересного абсолютно. То есть, тестируют верхние границы, затем тестируют нижние границы. То есть, ну, действительно, интересного здесь ничего не наблюдается. Сейчас цена подходит к верхним опционным границам. Неделька у нас вот чуть выше месяц. Значительно выше следующий месяц вот прямо сейчас на нем. Лично у меня складывается впечатление, что перед разворотом здесь в идеале бы сделать добой ниже. То есть, я, например, больше за то, чтобы евро в район где-то вот 1.1150 приблизительно вот сюда смогла, смогли котировки добить. Потому что, на самом деле, я очень не люблю торговать во флете. Точнее, я вообще практически никогда не торгую во флете, пока цена адекватно с него не выйдет, не покажет уже четкую направленность. Поэтому здесь, я думаю, что все-таки вот как раз от одной-второй маржалки, где прямо сейчас находится цена, сможет вниз отлететь. Вопрос в том, насколько глубоко. Потому что, если смотреть по опционным границам, то они значительно дальше. В районе приблизительно 1.10, 1.10.5. То есть, там широкий достаточно диапазон. Поэтому я пока условно ориентируюсь где-то на 1.1150. А дальше уже буду смотреть. Потому что там я не готов сказать, отскочат с этого уровня или нет. То есть, делают они ложный пробой с отскоком или же нет. Потому что, ну, ситуация действительно очень скользкая. Чистый внутренний флэт. По кумулятиве картина та же самая. То есть, здесь просто разброс идет в разные стороны. То есть, в данном случае нам она абсолютно, к сожалению, ничем не помогает. То есть, чисто идет внутреннее сейчас накопление для дальнейшего прострела. Но чаще все-таки накопления они добивают по тренду, делают кульминацию. А только после этого уже формируют разворот. Ну, я думаю, мы об этом с тобой поговорим уже там. Или на следующей неделе, или уже после Нового года. Значит, что касается фунта. По фунту у меня очень похожее здесь мнение. Потому что цена тоже подходит к очень сильному сопротивлению. Здесь некая, как даже зона вращения. То есть, вот видно уровень, от которого формируется. Затем внутренние движения, которые у нас вот сделаны. И сама по себе эта зонка, то есть, диапазон тоже весьма значимый. Если небольшой такой внутренний канал начертить, то как раз прямо сейчас к его границе подходит. Поэтому здесь я не знаю, насколько могут закинуть выше. То есть, теоретически, да, возможно. Но с практической точки зрения, вот смотрю, чуть-чуть активнее все-таки продавцы себя проявляют. Это с точки зрения опционов. Потому что верхние границы месяца там находятся достаточно высоко. В районе там 1.45 и так далее. Поэтому мне бы лично хотелось здесь увидеть вот такую картину. То есть, отскок вниз в идеале с обновлением минимума. А затем уже только после этого хороший такой значимый разворот. Потому что здесь уже на покупки, на продажи катались просто в обе стороны. И то, что сейчас на рынке происходит, это не более чем какой-то вынос. То есть, вынос и вверх, и вниз. То есть, лучше чисто от границ работать. Внутренние зоны я вообще здесь даже не предлагаю никак расторговать. Потому что они будут перекрываться. Они будут ложно пробиваться. И поэтому лучше этого не делать. А так, с учетом того, что у нас огромнейший был бит. По битам на прошлой неделе были огромные продажи. Поэтому цена сейчас снова к этому же уровню подходит. И я предлагаю все-таки немножко подождать. Пускай с этой зонки, может, она 34 выйдет. Там чуть-чуть осталось буквально. И оттуда уже спикирует вниз. А потом уже действительно на разворот. Причем весьма долгий буду смотреть его. Золото. По золоту немного не хватило мне до покупок. Потому что с текущих видел это накопление. Но слабая коррекция. С учетом того, как золото сейчас, какие коррекции делает. Там процентов по 90. Ну, конечно, не хотелось здесь нарваться на 100. Поэтому ждал чуть пониже. Где-то пройдет там 1760-1770. И отсюда собрался покупать. Но, как мы сами видим, золото у нас буквально с ДПОКа, с нахождения текущего ДПОКа, решило откорректироваться уже, пойти по полной программе вверх. В общем, здесь я полностью разделяю твое мнение, что золото у нас в рост. И причем весьма такой серьезный, хороший. Значит, по опционам здесь перекос есть. Но это перекос буквально 20%. Уже нету таких вот крупных страйков, которые были до этого. Но в целом я рассчитываю на самая первая цель находится 1834 примерно. Сейчас покажу. Вот данный уровень. Вот он является как у нас ближайшим ориентиром. И следующая цель у нас будет уже повыше в районе 1877. То есть примерно вот здесь. В общем, зазор для роста у нас есть. Есть весьма хороший. Вопрос лишь в том, как грамотно это все войти. Если даже будет коррекция, то здесь лучше обратить внимание на то, где находится сейчас ключевое профильное накопление недели. Ну и заодно предыдущие они очень близко. Вот раз и два. Поэтому в текущем контракте этот уровень может быть где-то 1790, если будут корректироваться. Потому что цена так и ходит сейчас в последнее время с такими огромными коррекциями. Ну а в целом, да, в целом я действительно за рост. И что касается S&P 500, я честно уже немножко устал у себя на каналах публиковать по S&P Info, потому что абсолютно ничего не менялось. Ближайшая зонка покупателей, она очень четко сработала. Там чуть-чуть буквально ее попилили. Но здесь плюс ко всему еще есть две трендовые поддержки, которые очень хорошо себя проявляют. То есть вот можно видеть, как они выглядят. Вот одна построенная от данного экстремума сразу же вверх. И вторая как вспомогательная. Вместе они сделали вот такой вектор наклона и очень хорошая поддержка внутренняя. Дополнительная поддержка у нас здесь получилась. Поэтому если даже будет сделана какая-то коррекция, я не ожидаю от нее какого-то серьезного прям движения вниз. Скорее всего, ближайшие зонки покупателей. Не факт даже, что дойдут до более дальней. И затем снова движение вверх на обновление максимумов. То есть я думаю, где-то к Новому году могут и 4800 в принципе запросто взять. То есть сейчас пока нет каких-то серьезных причин для того, чтобы цена этого не сделала. По поводу там омикрона и так далее, я даже не хочу это ничего обсуждать. Уже тошнит, честно, все это. Я смотрю только реально на реакцию рынков. Когда происходит в мире что-то реально серьезное, реально какая-то появляется опасность, то инвесторы бегут самые первые. Мы действительно видим серьезную коррекцию. То, что сейчас на фоне омикрона, то есть рынку абсолютно наплевать на это. И следовательно, то есть это самое яркое проявление человеческой психологии в торговле и в инвестировании. Следовательно, если рынку наплевать, то почему мы должны из пальцев все это высасывать снова. Так что я думаю, здесь ничего мрачного особо нет. Единственное, что могут там чуть-чуть увеличить, вплоть до 4600 уровень. Но конечный результат абсолютно тот же самый. То есть точно так же движение вверх является приоритетным. Поэтому S&P 500 вверх, золото точно так же ожидаю вверх. А вот фунт и евро могут прокатиться вниз еще на обновление минимумов. Поэтому здесь бы я был очень осторожен. А потом уже только после движения вниз смотреть на действительно полноценную разворотку. Спасибо, Денис, тебе за анализ, за комментарии по всем инструментам. Мы сегодня с тобой перевыполнили план. Сразу несколько активов разных сегментов. Двойной тариф. Да, друзья, все для вас, чтобы было больше активов для анализа, чтобы точно вы выбрали для себя. Ну что, Денис, тебе тогда хорошего закрытия недели. Что-то остается сегодняшний полноценный день, последний. Завтра уже укороченная сессия. Ну, ты и без меня прекрасно знаешь, что на таких рынках могут быть движения еще прям в самый неожиданный момент. Обсудим с тобой уже, подведем итоги нашего с тобой совместного контент-творчества за год. Уже на следующей неделе, если у тебя будет возможность выйти со мной в эфир в четверг, собственно, как и всегда. Обсудим там вот эти глобальные тенденции, с чем мы будем уже уходить на следующий 2022 год. Спасибо тебе, Денис, и хорошего закрытия недели. Все, и тебе спасибо. Тогда до следующей недельки. Всем пока-пока.